Здравствуйте! Многие люди посмотрели мой первый ролик на тему бесплатного термоклея. Теперь продолжение. Некоторые зрители обратили внимание, что вспененный пластик, который я использовал, не так распространен. Поэтому я хочу предложить вашему вниманию другой, очень распространенный материал для клея. Это пластиковая бутылка. Если мы возьмем бутылку, вы наверное догадываетесь, из-под чего эта бутылка. Это из кепсиковы или кока-колы, а также почти все газированные напитки. И поднесем к фену, то бутылка начнет плавиться. Но лучше всего ее разрезать на полоски, чтобы легче было нагревать. Потому что температура плавления ее очень большая. Вот у меня фен 500 градусов. С трудом ее разогревает. А когда на полоски разрежешь, то нормально. Так вот, отрезали. Сантиметра два, два с половиной. Отрежем. Теперь попробуем склеить деревянные детали. Так вот, начинает плавиться. Так вот, начинает плавиться. Расплавили, теперь попробуем склеить. Теперь подождем немного. чтобы соединение не остыло. Субтитры сделал DimaTorzok Видите, сгибаем и пока держится. Пусть еще немного остынет. Попробуем сейчас сломать ее. Отличный результат, смотрите. Соединение считается хорошим, если клей отрывается вместе с кусочками дерева. Здесь разломилась сама деревяшка. В этом месте, обратите внимание. Видите, как и осталось приклеенное. Так же, как и промышленный термоклей, его так же можно снова нагреть и склеить опять. И если промышленный термоклей вот такой, эта штука все-таки одноразовая, то есть второй раз после ее не запустишь опять пистолет, после того, как выйдет из пистолета, то феном можно склеивать одно и то же место много раз. А что у вас появляется неограниченный запас клея из бутылок, вы улучаете экологию, перерабатывая то, что многие люди просто выбрасывают. На этом до свидания. Счастливо!